Гет Молис. Канал для всей семьи. День рождения Жучка, ну как, похож на именинника? А это для подарков. О, Симка, приготовились! Сюрприз готовит. Пойдем посмотрим. Каждый ребенок обожает отмечать день рождения. Еще бы! Подарки, гости и, конечно, большой торт со свечками. Скажете, вот бы так каждый день. Ценность праздника как раз в том, что он бывает только раз в году. Да и есть одни торты тоже быстро наскучит. И, конечно, не грустите, если свечек пока слишком мало. Повзрослеть всегда успеете. Кстати, фиксики тоже празднуют дни рождения. Только за уши именинника не дергают. Вдруг вырастет таким большим, что перестанет помещаться в прибор. А знаете, как нас поздравить? Ухаживайте за техникой и берегите ее от поломок. Куда? Куда? Прям как Нолик. Он один раз так врезался. Синка! Сегодня могла бы не вспоминать. А что сегодня за день? День бабочек? Шапок! Дуделок! Каких дуделок? У меня день рождения! А-а-а! Ну, поздравляем! И все? Ладно, пошли. Здесь нам не рады. О, вот и подарок! Ой, Нолик, это мое! Пока! Эй, а ты куда? Девчонки, соберитесь! Уже третий дубль! А помните, как нас Нолик снимал? Да, вот умора была! И вы надо мной смеетесь? В мой день? Чего это вдруг твой? Вы тоже забыли? Ага, лечу! Вот папу вспомнит! О, Нолик, помоги-ка! Давай отвертку! Что это? Это проектор! Устроить дома настоящий кинотеатр поможет проектор! Его подключают к компьютеру, находят нужный фильм и видео по проводам летит внутрь корпуса. Яркая лампа и зеркала раскрашивают кадры. И готовое изображение через объектив попадает на экран, точнее на стену. Причем увеличившись в несколько раз. А некоторым проекторам и компьютер не нужен. У них есть своя библиотека фильмов. Папус, а ты помнишь, какой сегодня день? Угу, пятница. И все? Вот возьму и увлечу от всех. Ну-ну! Ну-ну! Забыл, чем в прошлый раз закончилось. Вы сговорились? Сегодня же мой... Нажми-ка ту кнопку. Конечно! Только это от меня и нужно. Вот уйду к другим фиксикам. Поплачете еще. Они точно не забудут про мой день рождения. Ой, что это? Нолик лучше всех! Нолик лучше всех! С днем рождения! А я думал, вы забыли! Ура! Теперь ты останешься с нами. До следующего дня рождения! Точно! Батут! Шпуля, Симку не видела? Ага! Вот ты где! Шпуля, я же попросила! Эй, что с тобой? Просто нет настроения. Давай с нами в прятки! И оно поднимется. Не выйдет. Его весь день не будет. Так написано в гороскопе. А? Ерунда! Фиксики в гороскопы не верят. Некоторые люди верят, что звезды и планеты влияют на нашу жизнь. Поскользнулся на банановой кожуре. Виноват Юпитер. Победил в соревнованиях. Спасибо Марсу! Люди даже составляют гороскопы, прогнозы, чтобы узнать, кому сегодня повезет, а кому нет. Знать будущее наперед, конечно, заманчиво. Вот только ученые пока не нашли ни одного доказательства, что гороскопы на самом деле работают. Конечно, иногда совпадения случаются. Но не стоит рассчитывать только на них. Все в ваших руках. Ведь гораздо приятнее быть первым, не из-за поворота планеты, а благодаря упорной подготовке. Но у меня правда сегодня плохой день. Значит, гороскопы правы. Это мы сейчас проверим. Музыка повышает настроение. И теперь без него не фурычет ничего. Нолик, у тебя щетка есть? Зачем? Секотать будем. Эй, почему? Уля! Ты куда? Я тебя сейчас развеселю. Может, комната смеха? Да. И это не смешно. О, метод проверенный наукой. Ученые доказали, что прыжки на батуте поднимают настроение. Сделать батут нетрудно. На железный каркас пружинами натягивают прочную ткань или сетку. Некоторые батуты не собирают, а надувают насосом. Они бывают в форме кораблей, замков или даже гор. Главное на любом батуте не высота прыжка, а осторожность. Иначе можно запросто упасть или потянуть мышцу. Прыгайте в удовольствие. А сложные трюки на батуте пусть выполняют акробаты. И где мы возьмем батут? Есть идея. Ждите меня здесь. Подожди, я с тобой. Батут? На желе похоже. Вовсе нет. Я прыгал. Давай, не бойся. А Симка? Без нее начнем. Она придет, а ты уже веселая. Класс. Бесполезно. Последняя попытка. На счет три. Раз, два, три. Смотрите. Нолик. Батут против гороскопа. Тоже бессилен. Ты что-то путаешь. Это желе. Да какая разница. Я же говорила. Все против меня. Ой. Что это? Ого. Я как птица. А как же твое плохое настроение по гороскопу? А? А его больше нет. Тота. Между прочим, Игрик этот батут для тебя собрал. Игрик, ты прелесть. Кстати, в гороскопе сегодня как раз было написано... Пуля, ты опять за свое? Энергия. Здрасте. Мы на экзамен. За помогаторами. Отлично. Заходите по одному. Но, профессор, мы же всегда вместе. Хе-хе-хе. Ладно. Оба так оба. Что это за инструмент? Молоток, гвоздодер. Зачем? И как мне вас оценивать? Вы же оба говорите. Так быстрее. А я не спешу. Гик, надевай. Это Шуропа-верт. Опять? Вам один помогатор на двоих выдать? Ну вот что. Каждому из вас будет свое задание. Перед вами макет электростанции. Здоровенная. Только недоделанная. Вот вы этим и займетесь. Электростанции – это фабрики по производству энергии. Для работы им постоянно нужно топливо. Например, газ. Сгораем, он быстро крутит лопатки турбины, которая запускает генератор. Вот вам электричество. А использованный газ снова идет в дело. Его отправляют в котел, где он греет воду. Пару от воды приводит в действие другую турбину с генератором. И вторая порция энергии готова. Ваше задание – доделать макет. Эй, нет. Гик собирает турбину, а ты – генератор. Кто первый справится, тому помогатор. Стихи. Готовы? Вот это начало! Теперь надо закрепить. Опасный момент! Их ты! Какой жаркий матч, а! Экзамен! Нос к носу идут! И победу врывает! Кто? Детали для электростанции делают на заводе. Над одной громадиной работает столько людей, сколько живет в нескольких многоэтажных домах. И все – настоящие профессионалы. А как же иначе? Ведь устройства, которые они собирают, очень сложные. Вот, например, турбина. Она похожа на огромный цилиндр со множеством пропеллеров. Рядом с ней – генератор. Его части собраны, как в гигантской матрешке. Одна внутри другой. Благодаря их командной работе получается электричество. Прямо как у людей или фиксиков. Когда каждый вкладывает частичку себя в общее дело, получается отличный результат. Да, ничья. О, решающее задание. Кто первый запустит электростанцию, тот и выиграл. Ну же! Кто из этой парочки быстрее, умнее, сильнее? Жми, гиг. Ты заслужил. Нет, ты. Жми. Ты. Да что ты? Давай ты. Давай, фрик. Не тормози. Нет, давай ты. Давай нажимай. Жмите оба. Вау-ху! Отличная работа. Ах, да. Приз вручается. Короче, помогатор вам один на двоих. Ладно, мы и так всегда вместе. Поделим как-нибудь. Я пошутию. Оба заслужили. Ты-бысь! Танцы. Полдень. Начинаем эксперимент. А? Да что это пищит? О, профессор, а мы танцуем. А я занят. И вы мне мешаете. Давайте, выключайте. Так, показатели в норме. Танцы не могут мешать. Минуточку. Внимание. Вы замечали, как руки и ноги начинают двигаться сами по себе, когда играет знакомая мелодия? Ага. Мы хлопаем в ладоши, топаем ногами, качаем головой. Это и есть танец. Древние люди верили, что пускаясь в пляс, можно отпугнуть злых духов или изменить погоду. Сейчас мы танцуем просто для удовольствия. Это не только весело, но еще и полезно. Ведь танцы тоже спорт. Только под музыку. Друзья, танцы – это ненаучно. Понятно. Просто вы не умеете танцевать. А вот с этим аргументом я бы поспорил. Танцующий профессор? Конечно, конечно. Реакция пошла. Осталась минута. Главное – не передержать. Ну как? Без музыки каждый может. Ну хорошо. Вот бы мне большой компьютер Чтобы экран огромный был Я бы свой большой компьютер Здесь бы играми набил Компьютер, компьютер, компьютер – это круто Играл бы в компьютер я целый день подряд Играл бы и ночью, и вечером, и утром Но мне-не-не-не-не не разрешал Интересный стиль. Комментарь. Танцы бывают разные Их так много, что все не пересчитать Например, в хороводе держатся за руки И толпой ходят по кругу У каждого народа свой хоровод Можно танцевать в паре Вальс, рок-н-ролл, ча-ча-ча Кто-то любит балет Кто-то хип-хоп А кто-то чечетку Ну а я неплохо танцую твист Крутим одной ногой Потом второй И сразу двумя Теперь пляшем вместе Компьютер, компьютер, компьютер – это круто Играл бы в компьютер я целый день подряд Играл бы и ночью, и вечером, и утром Но мне-не-не-не не разрешал Я советную идею пронесу через года Наконец-то подрастнею И нальяя только Сейчас вонет Компьютер, компьютер, смогу играть Компьютер, компьютер, компьютер Хоть целый день подряд Компьютер, компьютер, и вечером, и утром Не-не-не-не-не-не, запрессам Начинаем эксперимент. Дубль 2. Довольны? Ну, согласитесь, было весело! Ха-ха-ха! О том, что вы видели Никому Евгений Евгеньевич Где вы научились так танцевать? Лизонька Это вам показалось? Но вы и так кружились А это у меня нога затекла Мы же ученые Какие танцы? Да, конечно Пианино Телефон почистил Спасибо, фиксики А вот у меня нет фиксиков Дома пианино сломалось А его никто не чеил Целая пианино? Может, вы попробуете? А что, я могу А ты знаешь как? Ты же расскажешь Пианино Это струнный, ударный и клавишный инструмент Под одной крышкой Там внутри целый механизм Каждой клавишей крепится молоточек Нажимаем на клавишу Молоточек бьет по струне Она начинает вибрировать Так рождается звук Чем тоньше струна, тем он выше И наоборот Троя легко отличить Его крышка похожа на крыло А вместе эти инструменты Называются фортепиано Красиво! Ну, показывай пианино Ты на нем сидишь А, я думал оно огромное И где тут молоточки? В электронном пианино их нет И звука тоже Хм, посмотрим О, вот и поломка Есть контакт! Тыдыщ! Ой! А, я не закрепил! Ну да! Эх, вот растяпа! Кокок, ты кто? А ты кто? Я тут живу А что ты здесь делаешь? Чиню! Кто просил? Катя! Человеческая девочка? Не смеши! Она мой друг! А ну отдай! Эпа! Эй! Ты в порядке? Сильно ударился? Да! Ты у меня в глазах двоишься! Ха-ха! Тебя как зовут? Нолик! Без палочки! Ха-ха-ха! Шутка! Я Брик! А это мой братик! Мы близнецы! Понимаешь? Знаете, почему мы с Гиком близнецы? Одному очень упорному мастеру понадобилось сделать две одинаковые шестеренки с очень мелкими гранями Он сидел целую неделю выпиливал, вытачивал, шлифовал столько души вложил и, наконец, добился-таки полного сходства А вы же помните, где в работе есть частичка души? Там и фиксики! Тут ее хватило на двоих! Все изменилось, когда мастера не стало Нас вместе с его вещами взяли и выкинули на свалку Без заряда мы быстро отключились и даже могли погибнуть Если бы не одна случайная встреча! Эй, Фрик! Не рассказывай все сразу! Еще успеем! А ты дружишь с человеком? Ага! На фиксике с людьми не общаться! А еще фиксики чинят, а не ломают! Да-да, потому что это девочка... Катя! Катя! Короче, пианино не ее конек! Нолик! Тебя? Меня! А слабо нас познакомить! Но фиксики с людьми не общаются! Ты же дружишь с Катей! Значит, ей можно доверять! Сначала пианино! Ах! Мы тебя предупреждали! Ты скоро? Все! Сейчас начнется! Они чинят изнутри! Телефоны, МП-3, срочные! Все плохо? Нет! Поешь ты хорошо! Громко! Просто ты так всех фиксиков распугаешь! Каких фиксиков? Это фрик, это гик! Нет! Это я фрик! А я гик! А-а-а! У меня есть фиксики! Ти-т-т-т-т-т-т-т! Спасибо Обращайся, если что Зачем? У меня теперь есть свои фиксики Новенькие Новенькие? Только тсс, это большой секрет Аттракцион Готово! Может, уже прокатимся? Тут докрутить, здесь подтянуть Да сколько можно-то? Это сложнейший механизм Должен работать, как часы Теперь все? Вроде да Почти Аттракцион надо испытать Я и говорю, врубай! Нет, жди меня здесь И ничего не трогай Самые простые аттракционы Это качели, карусели и горки Они есть на каждой детской площадке Но все обожают огромные аттракционы Которые могут на большой скорости Поднять тебя вверх Хорошенько покрутить Или даже перевернуть вниз головой Перед запуском Такие конструкции Долго и тщательно проверяют А первыми пассажирами здесь Становятся тяжелые мешки Или манекены Ого! Это мы удачно зашли Твой аттракцион? Наш с Игриком Эй! Игрик сказал не включать Сначала испытать надо На нас и испытай Но Игрик... Вот заладил Игрик, Игрик Ты сам не можешь запустить Я? Ну да Ха! Игрику можно, а тебе нет? И правда Я тоже в кнопках разбираюсь Готовы? Сейчас, сейчас! И это все? Да, лучше Игрика дождаться Ладно, выпускай Как? Пошутили? Хватит! Открывай! Супер! Еще кружок? Ну ладно У-ху! Останавливай! Эй, ты шутишь? Наверное, это Тормози! Хватит! Рычаг! И долго нам висеть? Тебя вообще нельзя пускать в технике Я думал, тут все просто Стой! Ничего не трогай! Хватит с нас испытаний! Повиси им! И где этот тумник прохлаждается? Морик, я же запретил трогать! А если бы близнецы свалились оттуда? На любых, даже самых простых аттракционах Важно соблюдать несколько правил На качелях или каруселях Нужно держаться очень крепко Прежде чем сесть на большой аттракцион в парке Лучше вытащить все игрушки и телефоны из карманов На большой скорости они могут улететь Проверяйте, хорошо ли закреплены ремни безопасности И ни в коем случае не отстегивайте их Кататься с едой вообще опасно! Можно подавиться или измазать соседа Садитесь только на те аттракционы, где есть контролер Ну и, конечно, не трогайте детали механизма Следуйте этим советам и катайтесь с удовольствием! Аттракцион готов к работе! О, наконец! А мне можно? Может, еще раз испытать? По-моему, наш изобретатель слишком много сомневается А давай его и прокатим! Попадай! Я не уверен О, а эту кнопку мы еще не нажимали Не трогай! Это сюрприз! Сюрприз для шпули А давайте еще раз Гироскутер У-ху! 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 А ты так не можешь! У тебя фикси-борда нет! Подумаешь! Мне родители гироскутер подарили! Во! Человеческий фикси-борд! Ого! А трюки на нем можно делать? Ха! Еще как! Я бы тебе показал Только на улице дождь Ну и что? Эх ты! Он же электрический! Гироскутер похож на скейтборд Но с большими колесами В которых есть электромотор Когда человек встает на платформу И наклоняется вперед Датчики шлют сигнал мотором Можно ехать! И не только прямо А задом наперед А даже крутиться Пока не сядет аккумулятор Но это не беда Главное не кататься по лужам И сугробам Если в корпус попадет вода Гироскутер может сломаться Так ты дома прокатись Нет Тут пол кривой Хе-хе-хе Может ты просто не умеешь? Оп! Па-бам! Ну? Езжай! Не могу А! Его включить надо! Ой! А-а-а! Ой-ой-ой! Ох! Да говорю же Это все пол Я бы даже на самокате упал Ага! Конечно! Хе-хе-хе Если ты такой профи Покажи как надо Легко! Инструктор Долик Всего тебя научит Повторяй за мной Только шлем надень Вот так! Попробуй двумя ногами запрыгнуть Давай задом наперед Страшно А ты глаза закрой Я же пошутил А этот шлем тебе идет Хе-хе С таким тренером Никакой шлем не поможет Ах так! Да это тебе Никакой тренер не поможет Я и сам научусь Давай-давай Вы чего раскричались? Просто кто-то сказал Что на гироскутере ездить умеет Но падать у него лучше получается Вообще-то дома кататься нельзя Это все знают Кроме вас Но дома можно научиться держать равновесие Давай покажу Только защиту надень Класс! Симка, ты настоящий тренер Теперь я и кататься смогу Оп! Оп! О! А! Симка! А как? Сормози! Стой! Куда? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Куда-куда-куда-куда? Ай-яй-яй-яй! Хорошо, что он в шлеме И в защите На гироскутерах, сегвеях, электросамокатах Можно легко разогнаться и лететь быстрее ветра Поэтому управлять таким транспортом надо осторожно Всегда надевайте защиту и шлем Пока едете, будьте внимательны Смотрите под ноги и по сторонам Вдруг на повороте кто-нибудь выскочит А если надо перейти дорогу Слезьте со своего транспорта И идите пешком Помните, что кроме вас на улице есть и другие участники движения Каждому должно быть удобно Пешеходы гуляют по своим дорожкам Вы катаетесь рядом Автомобилисты едут по проезжей части Здорово, когда все уважают друг друга Дим, Дима, ты цел? Мы же договорились Дождь закончится и пойдем Что, не терпится испытать? А, ладно Я тоже разочек прокачусь Сейчас папа тебе мастер-класс покажет И оп Кажется, это у них семейная Любой человек, когда садится на велосипед Или встает на самокат Сразу становится водителем А значит, должен кататься по всем правилам Совершенно не важно, ребенок он или взрослый Это касается каждого Но когда водитель превращается в пассажира Думаете, можно расслабиться? Как бы не так Тут тоже свои правила Самое главное пристегнуться И напомнить другим, если они забыли Во время поездки не высовывайтесь в окно И тем более не открывайте на ходу дверь А еще, пожалуйста, уважайте водителя Вместо того, чтобы бить ногами в спинку его кресла Лучше посмотрите мультики Интернет-магазин Раз, два, три, взяли Симка, ты лучше слева направо крути Нет, справа налево надежней Может, сами покрутите? А я посмотрю Диссертацию Да, диссертацию защитила Евгений Евгеньевич Нет, не поздравил Я же ему сто раз напоминала На то он и чудаком, чтобы чудить Лучше бы к нему сбегали и про Лизоньку сказали Раз, два, четыре, пять Мы починим все опять Эй! Ого! Лучше не мешать И как быть? О! Смотри, Фрик! Это что? Интернет-магазин? Ага! Профессор, наверное, цветы хотел купить Ну, отвлекся! Предлагаю закончить за него Сколько букета? Выберем самый большой А это что за цифра? А, количество цветов О! Да тут уже все заполнено Имя, адрес и номер какой-то карты Так Ты-ды-ы! Через час приедет За покупками сейчас не обязательно ходить на рынок Или в супермаркет Одежду, еду, технику Товары для животных Все что угодно Сегодня заказывают в интернет-магазине Не выходя из дома Все просто Надо выбрать товар Положить его в корзину И оплатить Только чур вместе со взрослыми Остается дождаться Когда покупку доставят прямо домой Главное указать правильный адрес Как пахнет! Ой, записка Чудакову Г.Е А я-то думала Какому чудакову? Это вам! От него! Сейчас исправим Ли-зань-ке Есть! А-а-а! Еще букет? Ой, у меня же на эти цветы А-а-а-алергия Какой же у нас чудаков рассеянный Тут ризат не тот Тут цветы не те Сейчас исправим Имя Агресс Есть! Да что там у меня Все время тренькает В этот раз Все должно сработать Молодцы! А-а-а! Что это такое? Что? Что случилось? От моего имени Кто-то накупил Кучу цветов Не кучу А всего три Букета Так вы не сообщили Профессору? Что сообщили? Ну там Лизонька плакала А вы заняты были Мы решили помочь Что помочь? Помочь потратить мои деньги Деньги? Какие деньги? А вам цветы в интернете Бесплатно дали А-а! Так вот что это за цифры были Ну Вы же все равно хотели заказать? Да, хотел И уже это сделал А-а-а вы Вы Екеневич Вы не забыли Можно сколько угодно Тратить нарисованные деньги В настольных играх Но в интернете Будьте аккуратней На сайтах с играми Или мультиками Расплачиваются Настоящими деньгами Которые хранятся На карте Взрослым ее выдают в банке Или на работе Карту удобно брать В кафе Кинотеатры Магазины Приложил к устройству И сумма покупки У продавца А человеку Приходит сообщение Сколько денег осталось Многие пользуются Карты прямо с телефона Ну а главное правило Юных покупателей Хочешь что-то купить В интернете Зови старше Ведь всего один клик И деньги уже не вернуть Поздравляю с защитой диссертацией Вы такая молодец Спасибо Ну зачем было так тратиться? Для вас ничего не жалко Лиза Да И уход за цветами Я беру на себя Поливать Удобрять Каждый день Ну не забудьте Поливать лучше Справа налево Рубашка Подождите Я еще одну шутку придумал Фиксик Который работает в цирке Это гуглость программы Пошли Утюг сам себя не почистит Ого А это сладкая вата на палочке Это хлопок Я знаю Из него одежду делают А вот и нет Она из него растет Да ну Мы из этого шарика Целую рубашку вырастим Да, Гик? Самое время Такой урожай можно собрать Ай, жаль утюг надо чистить А? Давай так Мы займемся рубашкой А на тебе утюг По рукам? Но я хочу посмотреть То есть мы будем работать А ты смотреть? Решай Ладно Я почищу Одна рубашка Это ничего Главное не переборщить Люди покупают столько одежды Только не все ее ценят Бывают испачкают Или порвут И сразу выбрасывают Куча всего Просто так попадает На свалку Чтобы это случалось реже Носите вещи аккуратно И ухаживайте за ними Не стирайте слишком часто И при высокой температуре То же касается иглашки Кстати Если сушить мокрую одежду На плечиках Утюг вообще не понадобится Ну а если что-то уж точно Не отстирать и не зашить Все равно Не бросайте в мусор Лучше Ставьте на переработку Там из этих вещей Сделают автокресло Строительные материалы Или просто новую одежду Здорово, правда? Похоже? Начнем шоу Растет Давай, давай Ползет, ползет Давай, давай, давай Уже готова? Это разве рубашка? Одна ниточка Да мы только начали А ты что, уже все почистил? А, ну тогда за работу А, перерыв Перерыв? А дальше ты знаешь, что делать? Еще не выросла Приходи, когда Полутюга готова будет Ясно Ловко ты его Ого, и правда выросла Сомневался? Теперь проверим Как ты справился Вау! Мама купила новую рубашку Нолик? Катя Ты что-то путаешь Ее близнецы вырастили Это ты путаешь Я сам видел Из хлопка Эй, это что? Шутка? Ах, вот они классные! Эй, рубашка же не виновата! Не грусти Я знаю, что мы сделаем Но я так и не понял Одежда-то откуда берется? Хлопок выращивают на поле Собираются, вытягивают в тонкие нити Из них на фабриках делают ткань А из ткани одежду И везут в магазины по всему миру Но чтобы все это не вредило нашей планете Вещи важно делать с умом Экономить воду, электричество И избегать бредных удобрений Так что, когда нужны новенькие джинсы или майка Выбирайте те, что сделаны с заботой о природе Нолик, ну ты красавчик Все чистенько Фрик, Гик, скорее, работы полно Собираем урожай Чего? Хотите, чтобы фиксики остались без носков? Вы серьезно? Да А потом штаны собирать будем Ладно, мы поняли Нолик, давай мы лучше за тебя что-нибудь почистим Угу, без шуток Идет! Но сначала носки Не срывай! Он еще не спелый! Ха-ха-ха!